Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. Появились слухи о заходе ритейлера «Лента» в регион. Об этом сообщает портал Киров.ру. В федеральных СМИ появились материалы о планах третьего по объемам выручки ритейлера открыть в стране около 20 новых гипермаркетов и 50 супермаркетов. Компания планирует направить примерно 30 миллиардов рублей на покупку участков под будущие магазины, расширение инфраструктуры распределительных центров, приобретение новых активов. В прошлом году «Лента» открыла 40 гипермаркетов, 49 супермаркетов, арендовала несколько магазинов других сетей и открыла их под своим брендом. В пресс-службе компании возможности выхода на кировский рынок не исключили, добавив, что не раскрывают планов по открытию в новых городах. Отмечу, что ранее о том, что «Лента» приобрела участок в районе Квату, сообщала в нашем эфире председатель правления Кировского отделения Союза архитекторов Алла Буркова. Далее информация от наших партнеров. Банки усиливают контроль над транзакциями бизнеса. По рекомендации Центробанка они теперь анализируют зачисления и списания с НДС. Регулятор определил отрасли экономики, где наиболее часто могут применяться схемы для ухода от уплаты НДС или его занижения. Это, например, сельское хозяйство, торговля лесом, транспортные услуги и строительство, говорит руководитель фирмы «Бухгалтер» и я, Татьяна Максимчук. Одним из основных видов подозрительных списаний без НДС являются переводы средств юрлицами и ИП со своих банковских счетов на карточные счета физлиц. Банк может запросить документы, подтверждающие уплату НДС-бюджет или обосновывающие отсутствие необходимости такой уплаты. Если клиент такие документы не предоставил, а также если в ЕГУРЛ по этому клиенту есть запись о недостоверности сведений, банк откажет в проведении операций посредством интернет-банкинга. Что делать, чтобы не столкнуться с блокированием операций, может подсказать эксперт. Компания «Бухгалтер Я» проводит семинар, посвященный рискам бизнеса, а также новшествам законодательства. Он состоится 28 марта. Подробности по телефону 213-112. Завершение о валютах. Доллары сегодня 56.94, курс евро 70 рублей 16 копеек. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.